Можно долго спорить о пользе или вреде ношения маски. Не мне вам рассказывать, мнения бытуют совершенно разные. Однако сегодня такие дискуссии совершенно бесполезны, ведь требование закреплено юридически. Если вы пользуетесь гигиеническими масками, многоразовыми, советую вам запастись двумя. Пока одна сохнет после стирки, вторая будет готова к ношению. Маски, будь то медицинские или гигиенические, обязательны к ношению отныне в общественных местах и общественном транспорте. Новая мера требует не меньшей дисциплины, чем уже привычные ограничения на перемещение. Несоблюдение правил режима уже обернулись административными протоколами для 187 человек. Маски, я считаю, носят больные. Да, обязательно. Кто болеет, они обязательно маски. А врач Мясников сказал, что здоров это не обязательно. Если вы не знаете, что вы болеете. А я знаю, что я не болею. Дай бог. Это дай бог. Но есть период такой, когда нет симптомов. Когда я почувствую, тогда дело другое. А если я, как говорится, здорова, дай бог, дай бог, чтобы не заболеть. И как вы относитесь к такой мере? Отлично отношусь. Сейчас зайду в помещение, одену. Я всегда за. А те, кто не носят маски, какие-то санкции надо к ним применять? Мне кажется, что нужно накладывать на них штраф. И все. На улице вирус не распространяется дальше, чем 50 сантиметров. Поэтому нет. А в общественных местах, да, маска предохраняет от распространения вируса от вас, кому-либо. Поэтому, конечно, да, лучше их одевать. Усиленные меры принимаются в связи с дальнейшим распространением вируса. Региональный штаб ежедневно обновляет цифры статистики. По актуальным данным, за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения. Это 10 мужчин и 3 женщины в возрасте от 26 лет до 71 года. Общее число заболевших коронавирусом достигло 222. Госпитализированы 125 человек. 733 жителя области остаются под медицинским наблюдением на дому. Согласно последней редакции постановления, с 20 апреля могут возобновить работу столовые, буфеты и кафе. Но только те, что действуют на предприятиях и организациях при условии дополнительных санитарных мер. Однако со вчерашнего дня дополнительные ограничительные меры ввели в Сосновском районе. Режим относительно общерегионального ужесточен, особенно в отношении торговли. На режим обсерватора перевели работу Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова, Область новостей. Павел Юрасов, Ольга Кириллова, Область новостей.